А я представляю моего гостя. Это Абдуллаевич Срынбетов, заведующий сектором отдела жилищных отношений. Здравствуйте. Первый вопрос, который волнует многих. И вообще у нас на сайте, самое интересное, мы периодически публикуем информацию о тех, кто стоит в очереди, о том, как получить жилье по программе. И всегда эти материалы самые читаемые. И больше всего вопросов связано с тем, как получить жилье. Вообще, сколько программ сегодня существует для получения жилья? На сегодняшний день постановлением правительства Республики Казахстан от 28 мая 2014 года была разработана программа развития регионов 2020. В которой предусматривается обеспечение граждан жильем. Это арендное жилье. Потом идет через систему казахстанских ипотечных компаний. Потом идет через систему жил, строй, сбережения банка. То есть здесь граждане, которые хотят встать в очередь, там согласно закону о жилищных отношениях, там четко рекламентировано 11 категорий граждан. Если граждане относятся к этой категории, они могут встать через ЦОН, то есть Центр обслуживания населения. Подать документы и через Центр обслуживания населения встать в очередь. То есть эти документы попадают к нам, потом обрабатываются, и мы отдаем извещение через ЦОН, они получают извещение. Если эти граждане подлежат к этим, которым в законе указано, 11 категориям. Ну а кто определяет, по какой из трех программ они будут получать? Через жил, строй, сбережения, либо через КИК казахстанское ипотечное, либо арендное жилье? В любом случае, если в первом случае в аренде, там четко указано 11 категорий. Только если люди, то есть граждане, подпадают под эти категории, только они могут стать больше. Это малообеспеченные, многообеспеченные участники войны, матери-одиночки, дети-сироты, многодетные, уралманы, и в том числе дальше идет. Есть и категория, и одно хочу сказать, то что там в законе указано, у них не должно быть в течение последних пяти лет жилья. Утраты жилья. Да, то есть если было жилье в течение пяти лет, и они продали, и потом опять хотят, это уже не могут. Невозможно. То есть преднамеренное ухудшение жилищных условий. Человек продал, потом опять хочет встать в очередь, через государство взять в очередь. Ну, потом через систему казахстанских ипотечных компаний. То есть из этих 11 категорий, 6 категорий граждан могут, то есть если у них плачеспособность есть, то есть работает, то есть есть стабильная заработная плата, то есть они могут подать заявку в казахстанские ипотечные компании, то есть это опять же, и могут получить. То есть это будет с выкупом, то есть выдадут жилье, и они в течение, допустим, 20 лет будут платить. То есть там размер одного квадратного метра устанавливается, размер одного квадратного метра жилья, и дальше вот согласно, допустим, общего квадратного метра жилья, они выводятся, стоимость жилья, и в течение, допустим, 20 лет они ежемесячно, допустим, 30, может 40, ну, у кого как получится, от стоимости, допустим, квадратного метра, стоимости жилья, и дальше они будут в течение 20 лет. Но до 5 лет они не могут выкупить его, это требование банка, дальше все, потом через все жилоспроизбережения, то есть могут обратиться в банк, все желающие, да, жилоспроизбережения, и, то есть сделать накопление, сесть в договор, то есть составить договор, потом в течение трех лет исполнять это условие договора, и после этого они получат. Ну, а вот по системе КИК, да, казахстанская ипотечная компания, вы сказали, что в течение 20 лет человек имеет право выкупить. Но мы знаем, что реалии времени нашего таковы, что сегодня одна цена, завтра другая, опять же, деньги обесцениваются периодически, а потом наоборот вроде бы восстанавливается стоимость. Вот в этом случае будет ли варьироваться ежегодно стоимость жилья, которое ты планируешь купить через 20 лет? Вот ты уже заселился, ты живешь, по договору указана определенная стоимость. В течение этих 20 лет будет ли меняться эта стоимость? Эта стоимость не будет меняться. Не будет. Вот как по договору было? По договору, в начале, какой составили договор, договор составляется, если гражданин получает через систему казахстанские ипотечные компании, тогда казахстанские ипотечные компании составляется договор, этот договор регистрируется в юриссиции, то есть и какова цена, там установлена цена, вот на сегодняшний день она и останется, она не будет меняться. Не будет. Ну вот смотрите, нас сейчас послушают, люди скажут, ну а я платежеспособна, у меня зарплата 80 с лишним тысяч, семья-три человека. Могу ли я принять участие именно в этом направлении? Или ему скажут, нет, идите через систему жилстрой сбережения? Нет, это опять же говорю, это право выбора, то есть, во-первых, я хочу, например, уточнить вот этот момент именно, там для того, чтобы получить через систему казахстанские ипотечные компании, то есть эти граждане должны состоять в учете, то есть местным исполнительным органом, то есть... На получение жилья. На получение жилья. То есть, например, человек, допустим, подал в 15-м или 14-м году, или 13-м году, то есть насибы, и вот, допустим, у него, как вы говорите, у него, допустим, плачеспособность, все есть, допустим, и вот человек, допустим, ну, он может подать, допустим, под заявку на получение через КИК, то есть, когда будет объявление, то есть мы отдаем, даем объявление, допустим, на каждый объект, сдаваем объект, даем объявление, и он сдает документы перечны, которые необходимы, и после этого только регистрируются в списках их, и после этого отдаются. То есть я здесь хочу сказать то, что вот, которые я говорил раньше, вот, допустим, 11 категорий, 11 категорий, не все они могут, допустим, получить через КИК, только 6 категорий. Здесь я хочу указать то, что... 6 категорий, то есть это многодетные семьи, то есть неполные семьи, то есть воспитывающих мать или отец детей своих, допустим, потом родители, посетивающие инвалидам детей, потом дети-сироты, и потом уралманы, и государственные служащие, бюджетники, и военные, то есть работники правоохранительных органов, они могут, например, участвовать в программе КИК. Ну я правильно поняла, что не каждый человек может встать в очередь на получение жилья по программе КИК? То есть они должны входить в эти категории? Да, 6 категорий, которые я сказал, 6 категорий, они должны входить в эти 6 категорий. Только тогда они могут, допустим, из этих, которые подали в арендное жилье, они могут перейти и подать заявку на получение жилья через систему казахстанских потешных компаний. Ну а если говорить о неполных семьях, вот знаем, что примеры сейчас есть, когда мама становится более успешной по сравнению с папой, да, хотя и в разводе живут. А ей скажут, да, у вас неполная семья, но у вас доход выше, чем должен быть. Есть ли по вот этой системе определенный уровень дохода, который нельзя превышать? Ну я сейчас не могу это сказать, потому что это прерогатива банка. Он банк это определяет, потому что... Понятно. Какое главное условие для получения жилья по КИК, по системе КИК? По системе КИК это главное условие, допустим, гражданин, он должен быть зарегистрирован в списках очередности в местном исполнительном органе. После этого, то есть у него должна быть еще, он должен, как я сказал, шесть категорий, он должен подлежать к этим шести категориям. Третий, у него должен быть доход. Если в случае нехватки, допустим, зарплаты, допустим, заработной оплаты, то есть граждане могут сказать, подумать, что у меня маленькая зарплата, допустим, и я не могу пройти через этот банк, так и так, условия через этот банк. Здесь банк тоже предусматривает привлечение созаемщиков, то есть знакомых, родственников, родителей, братьев, знакомых. В любом случае, банк предусматривает такие эти немножко. Понятно. Ну, ваше пожелание всем, кто нас сейчас смотрит? Я желаю все. В Казахстане не было очередей на жилье. У всех были квартиры, дома, что были, да, своя крыша на голову. Потому что я каждый день сталкиваюсь с этой проблемой, иногда хочется помочь людям, но... Не все возможно. Да, возможно. Поэтому желаю. Ну вот подскажите телефон, по которому можно обратиться и проконсультироваться хотя бы. Так, наш телефон 33-99-56. 33-99-56. Понятно. Спасибо вам, что были сегодня с нами. Всего доброго. Спасибо.